ну сможете в общем-то ну я уже сказал короче все хороший циклится на одной и той же мысли так много времени все серьезно что можно придумать быстрее это просто мы пробегаем этажи мимо ну что ж ребят всем привет и добро пожаловать на канал лиоми в децелс в легосе апдейт сегодня мне игра рандома выдала такой красочный костюмчик новогодний с прошлого года мне он очень нравится кстати я обожаю всякие такие светящиеся неоновые штучки поэтому мне нравится по крайней мере точно больше чем тот который в этом году ну вот так вот причем возможно это даже один из более-менее моих любимых костюмов хотя все равно костюм преданной десницы преданного десницы короля мне как и преданного десницы да мне нравится больше всего сегодня попробуем забег сборку такую которую я озвучил в прошлый раз я также ее оглашал комментариях пока меня не было пока я был у друга собственно отдыхал писал некоторым ребята что у меня есть такая мысль это будет очень странно работать это короче смесь из двух как сборы которые я пробовал это то что нас была одна сборка где мы использовали лук хакута грозовой щит капкан и рой и 2 где мы использовали крылья ворона темную силу по моему там было да и собственно который с плетью и сметательным ножом то есть мы собрали совмещаем это получаем так что у нас есть во первых вот это берем смотри сейчас я объясню просто как как это теоретически должно работать у меня в голове я не знаю я не тестировал это вообще ни одно забег не провал даже не начинал мы стреляем меткой и фига смотрит когда мы стреляемся с нас за желтенький костюмчик такой становится ни хрена себе я вообще-то не знал именно когда стреляем да да и мы стреляем мы стреляем из метки наша темная сила она всегда имеет два аффикса это ядовитое облако и электрический ток она сто процентов их во всех случаях имеют третье что там может быть рандомно но у нее аффиксов немного то есть как едка облака там нет всяких там уронов по яду и так далее но это нам не важно у нас есть электричество которое халявно активируется когда мы пробовали с луком хакута бегать с грозовым щитом строем я ощутил что в принципе одного электричества от грозового щита который он активирует вокруг себя до на 8 секунд его хватает для того чтобы мог бы все умирали очень легко и быстро здесь мы электричество будем активировать халявно сами по себе и в итоге наша задача остается просто бегать мобы будут умирать от электричества потому что мы будем бить по метке как бы она бьет по метке из-за этого они помирают от электричества началом кашку лука хакута еще защищать может нас куда он еще недостаточные но бы у нас от электричества получает большой урон то что электричество она бьет часто но бьет часто и по метке метка такая как будто делает так что у тебя из многих оружия в принципе может что-то интересное получится даже у которых не было урона начала конечно нас будет достаточно сложное такое потому что у нас еще один аспект который мутациях будет на зависеть получается что мы можем отражать из щита включать электричество вот так вот да а можем еще дополнительно свои темные силы включать когда будет удобно и при этом когда мы возьмем себе мутацию чутью охотника она будет работать от убийства врагов при помощи именно вот это вот электричество темные силы я это вроде как замечал когда на мелких врагов долетел с обычной темной силы в обычном забеге то удауны регулись и я понял что с этим можно будет что-то такое попробовать конечно это выглядит как пляски с бумагами какими-то но и просто интересно попробовать такой необычный стиль игры опять же без 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 толком своих атак то есть как бы абсолютно косвенную такую штуковину как электричество вот это да сделать его как основу именно ну видите что вот примерно так это выглядит а потом это будет куда эффективнее плюс еще на боссах у нас получается тактика такая что мы вот так вот взлетаем босс нас не может достать при этом мы по нему бьем сразу сначала мы парируем его атаку стараемся щитом да молодец вот так я буду парировать на больше короче ну вы понимаете да я и сам то со щитом играть не умеет еще и тут пару недель прошло не играние моего в датселс парируем атаку босса дальше мы включаем ну сначала делай куметку хакута парируем атаку включаем темную силу нас получается два источника электричества включается и дальше просто взлетаем крылья ворона не они по он тоже много ударов наносит секунду и все это по метке плюс еще желательно не забывать про гомункула перед этим он тоже как любом какой-то особенно хорошо сочетается и целом все должно быть неплохо у нас раз ну я я думаю что на самом деле дамага может быть и не будет хватать на босс хотя вот не знаю ну крылья ворона есть электричество есть что еще надо должно хватить мы сегодня пойдем кстати на хранитель за скорее всего прошлый раз мы ходили на гиганта кстати гигант тоже должен интересно отклеится но эти у нас есть стрелы мы можем связать общей связью его руки а потом бить по электричеством сразу по всем сразу блин она же а у ешта то есть мы в обе руки будем бить они еще и перекидывать урон друг с друга будут туда-сюда так нам не надо пока что я кстати не знаю как то у темной силы зависит урон от электричества и скиле цели урон который дает темная сила сама по себе именно до до поначалу конечно будет вот так у нас так такое себе придется иногда так ждать пока темную силу я не могу уж сам сам смело использовать когда мне когда мне захочется так раз крылья ворона нам не надо такие этих этих не знаю вообще от электричества скелет или дамаг от темной силы вернее все темная сила скелет или дамаг от электричества мы пойдем в привратника кстати нам лучше идти именно лучше не просто что я застал на конъюнктивность идти просто серьезно крылья ворона на нем не особо работают на привратнике не знаю как в общем не писали еще что на хранитель царе меня человек потестил как это работает что она все-таки когда вот крылья используешь она тебя все равно мечами не а она тебя мечами атакует она то есть не ждет упадешь вниз как десница это ждал у нас ну правда там не недолго это то есть один раз просто одну атаку проверил и все когда он именно делает выпад десница если находишься далеко или вне зоны достигаемости не то есть на ледяной этой платформе или просто в воздухе где-то как-то от крыльев например то он ждет чтобы ты спустился что он мог до себя достать с хранительницы с другими атаками судя по всему это так не работает то есть хранитель с как мне сказали она атакует мечами но при этом достать для тебя не может поскольку она атакует мечами два раза подряд то у нас тактика следующая будет на ней сейчас мы можем уже наверное чаще используйте куда он режется смотрите у нас одна темная сила закончилась а мы уже активируем следующую весь как прикольно это да правда надо тогда быстро проходите опа смотрите опа меня опять активировался на правда мы надо учитывать что это очень стеклянная тактика это мало того что тактика так и тактика с темной силой которая не имеет альтернативного урона в принципе особого поэтому вот этот вот аспект конечно это важно учитывать тоже так по параметрам берем просто что надо больше в и на храните то есть мы первую атаку парируем кидаем ей лук какую-то точнее сначала до взлетаем о не-не-не еще надо этот момент учитывать что когда мы перекатываемся после после крыла его крыла ворона что мы далеко отлетаем как бы у нас перекат такой далекий делает сразу также на выгодно иметь на самом деле сейчас 5 выстрелов на луке хакута чтобы хоть как-то ну не знаю пусть будут просто если у нас вдруг стрелы будут заткнуты где-то или просто чтобы захотеть захотим побить луком в принципе пригодится на хранительницы кидаем гомункула стреляем луком хакута парируем ее первую атаку она прерывается дальше мы активируем темную силу и взлетаем пока она делает вторую атаку мы ее молнией будем дамажить не уверен что этого времени хватит честно чтобы ее снести до второй фазы но по крайней мере это продамажит ее нормально должно теоретически просто я гиганта я думаю что вы порвали бы легко но я хочу им на хранительность достануть как у нас не будет поэтому пойдем мы скорее всего на нее так это продаем по аффиксам у нас ничего не интересует вообще даже но не знаю там всякие ядовито ядовито облако на луке хакута можно поискать просто для того чтобы нас сам лук хакута еще и с ядовитым облаком по статусу сам тоже дополнительно лупил это просто просто будет небольшая в небольшой бонус хотя у нас ядовито облако она по сути как бы именно если стрелы и северитом облако выбирать да а на боссах ядовито облако у нас будет от темной силы а больше ты нам не надо потому что по метке все равно действует только один стак не все не не вся пачка стаков статуса сожалению моему на щите я не уверен что есть ли смысл вообще там искать плюс 300 урона после парирования телефона найдется конечно но просто а будет ли это с чем-то работать вот в чем весь вопрос метка перекидываться будет одного врага к другому вот так вот надо по звуку определять когда у нас на самом деле но я думаю что это по крайней мере звучало может быть изначально сомнительно но выглядит это забавно согласитесь и конечно такие ситуации будут на года ну тут ладно я использовал темную силу может быть там было мало врагов но мы все равно здесь будут пока секрет пущакать она уже зарядиться обратно вот к сожалению стрелы нету сейчас вон она прошивание цели насквозь науки хакуты и эти самые стрелы дополнительный боеприпас то есть вот это пригодится на крылья ворона можно поискать на легендарный урон сто процентов просто так чистого халявного но это есть только найдем легендарную если она выборит то что прошлый раз я одна я помню 300 или 400 тысяч золота потратил на поиск этого фикс и так его не нашел когда знаете когда обычные билды какие-то такие классическая брутальность всякое такое уже они кажутся чем-то уникальным таким хочется экзотики выбираешь вот такое что-то где как бы в принципе основного оружия нету основное оружие это навык который будет тебе дамаг но при этом тебя буст этого дамага не интересует тебя интересует ты играешь по сути именно от аффикса вот так вот при этом и полностью можно сосредоточиться на увороте они навороте на парировании наоборот но я буду скорее всего врачи ваза больше что ворачиваться я хоть немного умею а парировать только если я уж совсем сосредоточить до этого это хочет вы просто на пустом месте балбаться пропустил ждем может мне портала сда не попадутся я бы даже хотел бы чтоб попался портала испытание где я бы смог использовать а а крыло ворона интересно то есть так чтобы она мне прошла портал испытания не менее не не а темную силу заблокировать я думаю что дамага нету а темную силу по активировать будет там темная сила основной домах нам ли выливает как раз таки с электричества можно было конечно парировать в общем посмотрим мне очень просто понравилась тематика которую я увидел в группе вконтакте когда с сейф зоны открыли ворона из такой атака я думал что еще можно использовать я думал сначала вместо крыльев ворона можно было бы взять капкану тогда получилось бы что разница с билдом через как билдом подобие билда через рой она была бы крайне маленькая ой 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 а здесь еще этот самый я тебя понял так ну давайте так сделаем что ли на тут тут элитка была не самая подходящая которая не позволяла мне нормально и надо мажить так это берем также с крыльями ворона хорошо работает этот самый как его как вариант был использовать как бы ауру терзания но тогда надо было бы вместо темной силы постоянно парировать щитом а я решил что мне вот такой вариант темной силы больше нравится он звучит гораздо более необычно тактика надеюсь что я не качал брутально случайно где-то нет брутальности не вкачал две живучести у меня есть надеюсь что это было с двойных свитков таки что я не сам случайно и ухапнул на самом деле серии записано немножечко заранее вот буквально 9 минут назад у меня вышло надеть над вышла 106 серии что то сейчас меня 1924 времени о легендар какая-то это у нас сбалансирован сбалансированный клинок что ли не знаю я вот давно его не пробовал заток на нуревых лет как босса разве что когда-то его там использовал чуть-чуть сейчас не особо как-то смотрю на это оружие продаю в любом случае просто любопытно всегда посмотреть звездный аффикс легендарки так мы ищем ничего на самом деле такого особого соберем потихонечку главное что мы шесть от врагов набирать будем регулярно потому что хотя не знаю насколько ли насколько регулярно с одной стороны тактика которая не имеет права получить много урона с другой стороны это то что до стрел мало вот на таких врагов как раз таки одиночных желательно чтобы были стрелы дополнительно еще хорошая тема и конечно же к этому надо немного привыкнуть потому что играть этим крайне необычно что ты как бы привык что ты стреляешь да там с основного оружия дополнительно лично такой а здесь ты стреляешь должен использовать навык что даже снести какую-то малявку вот так убежали дальше метка перераспределяется постоянно удобно ну как вот я понимаю что это имбовый навык но согласитесь такое сочетание которое я думаю что не многие пробовали так мы идем недра тюрьмы а куда мы сегодня дальше пойдем нам надо на хранительницу поэтому наверно заброшенный скеп прошлый раз мы хотели в древнющий храм и в башню поэтому сегодня пойдем по стандартному пути чтобы просто маршрут менять менять регулярно а кстати какие другие навыки братья не знаю я не думал можно прощальный подарок взять он в принципе будет работать с этим с этим электричеством будут бомбы появляться бомба причем блин вот бомба они когда работают у тебя идут с волной отрицания например и волна отрицания убивает сама по себе моба да я на темную силу возьму раз она такая такая сильная ее сложнее всего будет найти ну как а у хакута а хотя ищи тоже будет непросто блин она все разного цвета ну или двух цветов почти все кроме крыль ворона прощальный подарок он когда с волной отрицания когда у тебя волна отрицания своим уроном именно выносит врага а не тем что враг втыкается в стенку у тебя эти бомбы как бы которые выпадают да они как мало урона сами по себе наносят но они при этом сразу отталкиваются и ты на и знать как вот отражение идет от волны отрицания бомба на откидывать так и сразу бомбы которые появляются из врагов они также улетают поэтому с волной отрицания это мега круто работает но здесь у нас бомбы нечем откидывать нас нет ни торнадо ничего то такого поэтому не уверен насколько это будет эффективно ну он даже не лучше если честно в наших хотя бы замораживает врагов но нам заморозка не особо нужна заморозка было бы хорошо найти на я не знаю на чем на луке хакута чтобы если конечно на метку это распространяется что враг который с меткой умирает что он замораживает врага поблизости было бы хорошо я не уверен что распространяется так так я опасаюсь сейчас метателей ножей вот этих именно да 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 их самых так давай сюда зайдем здесь я вижу 20 ножей конечно упс что-то как это ну да когда когда мы активируем силы конечно урон есть так хорошо все сняли проклятие хорошо а то прошлый раз я проклятие откис разок что было совсем не круто если мы используем и и щит и такое свое электричество у нас будет конечно молнии прям мега много сразу взял должно быть по крайней мере в теории у меня был вариант еще такой что может попробовать поставить на одну клавишу лук хакута и темную силу может быть это будет выгодно что в принципе мне их надо использовать постоянно в связке просто бегаем какая тактика странного ключик на ключик взять может реально поставить на одну кнопку а не знаю давайте попробуем полетели 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 вообще кстати все крылья ворона сами по себе дамажит неплохо а тихо да иногда нам и гомункула можно использовать то есть если пользоваться именно всеми возможностями которые здесь у нас собираются то хочется может собраться такая подобная экзотика но нет так что погнали третьей мутации можно взять передышку просто для того чтобы хоть немножко себя обезопасить что потом у нас будет здоровья мало при этом враги уже будут пить возможно больно причем надо учитывать такой момент что наше электричество срабатывает а кстати еще мы уже можем ауе электричество проводить ё-моё он кстати даже так не попадает смотрите видите даже рубака не попадает мне даже если в предположении такое ох невидимость интересно кстати вот это сочетание она с невидимся скорее все такими это темная сила меня будет вышибать из невидимости а стоп я использую другую клавишу подождем вот я остановлюсь обратно невидимым она не вышибает гениально просто кинул метку электричество работает правда прикол то что электричество работает восемь секунд а моя не моя невидимость срабатывает только после пяти секунд после того как ты использовал навык получается так что тебя только три секунды когда ты с этого электричество бьешь врага но при этом сам не можешь охватить потому что ты невидимый но при этом она то есть тебе это так этот урон от электричества он себя даже не вытаскивать ну из невидимости вот этого я не ожидал так вот так сделал мой плохо ой плохо ай-яй-яй-яй хорошо косяк был в том что я у него электричество было круговое из-за этого мне пришлось как-то спускаться и я тут уже отхватил так мы сбегом за вишенка сейчас сначала все таки стоит наверное сгонять не зря она нам выпало надеюсь я так достану не достану не достал ладно вот главное знаете что вы долбите себе в голову что когда ты с крыльями ворона реально вот милишные атаки по земле они физически до тебя достать не могут и по всему если бы я знал точек это с точки зрения механики работ я был бы конечно в этом увереннее все но просто так получается что рубака как бы по анимациям до тебя достает а по факту как бы нет с хранительницы то же самое с руками гиганта с горизонтальными атаками я не знаю с десницей то же самое должно быть с кстати с коллекционером что будет касаться нам не сюда коллекционером касаться его шприца и его шприц скорее всего не будет доставать а вот касается его этой самой крутящейся атаки как уничевателей я не знаю это было бы любопытно протестить но на своей шкуре как-то не хочется скажу честно так либо сейчас посмотрим что у нас еще есть тактики такое любопытное общая связь нам не надо инициатива нет ничего безмятежность и поддержка потрошитель стратегическое отступление нам ничего не надо разве что если бы хищник у нас есть у нас была бы вспышка вы еще хищника активировали от вспышки постоянно это было бы конечно же здесь нас было бы вспышка вместо крыла ворона прикиньте вспышку взять и партируешься врагу моментально будет от электричества умирать потому что у него большой дома плевается и получается так что хищник активируется у тебя будет электричество тогда надо еще чтобы тебе этот самый чтобы вспышка как-то откодешивалась она к дэшится будет только от дальних атак от дальних атак она могла бы к дэшится пока и в невидимости убивают других врагов в электричество ну не знаю это крайне такой знаете на сопельках все держится все как и так сомнительно звучит мне кажется что на практике так работать просто банально не будут когда ты слишком бывает чего-то перемудришь слишком пытаешься много всего нагородить на деле надо что-то упростить погнали в крематорий но пока что все таки ребят я нашел до этого этажа уже это хорошо чисто на достижение дайте до крематория после ночи кровавых что-то там было написано я не прочитал уже так и бегаем во при этом знаете в чем прикол что может быть некоторым некомфортно не было бы раньше тоже некомфортно что здесь чтобы у тебя нормально все это работало тебе надо быстро проходить иначе у тебя 8 за 8 секунд тебе надо убить то есть желательно хотя бы несколько могу чтобы у тебя все-таки темная сила открытывалась начать я приду то ждать сейчас так смотреть сколько она действует 8 секунд действует написано стоп она сейчас закончилась раньше чем 8 секунд ой вот обратите внимание смотрите вспышки должно быть то есть если я ее использовал я никак не режу кулдауна у нее должно быть 8 секунд оставаться еще то есть по сути мне сейчас достаточно теоретически убить 4 врага 4 с копейки врага сейчас будет один свиток и будет 4 врага чтобы у меня темная сила откодешивалась моментально тогда когда она заканчивается я мог использовать по новой мне показалось что там было 12 секунд когда она у меня закончилась может мне показалось не ну не знаю можете запутался чем-то так у нас невидимость блин невидимость была прикольность была бы на более хорошем амулете хотя бы с тремя параметрами одинаковыми а так мы ее поменяем когда нам выйдет что-то такое что-то для параметра принципе я на нее акцент особо делать не буду личность магазинчик с едой поэтому зайдем туда позже если понадобится как раз и побежали побежали нас даже без лука хакута электричество хватает чтобы выносить все и вся еще не забываем в конце использовать щит при желании хорош мне нравится это реально выглядит бега странный бега забавно и так сейчас тут используем о не то вы мне это не нравится так вот излетаем не знаю я думаю что мне кажется что у лука хакута есть какое-то ограничение по по урону как бы по метке с одного с одного как бы вида урона то есть даже когда крылья ворона не наносит там а не как бы быстро урон да но при этом по ум там не с каждого удара проходит метка пропометки может мне так кажется может нет у это было близко но хватило времени все побежали валируем и побежали дальше так теперь через и меня при этом даже когда мы отражаем снаряду нас также электричество срабатывает поэтому это нам тоже бывает очень удобно очень выгодно на я не знаю боссах может быть даже хотя на боссах на деснице можно его гранаты которые лежат на полу можно их отражать откидывать типу и включать таким образом себе спокойно щита от основных опасных атак спокойно просто перекатываться спокойно перекатываться хотя многим на самом деле удобнее играть со счетом как я понял но мне покажется перекаты мастхэв ван лав так у нас есть щит бесцветный но мы его берем по любому но прикол в том что нас не особо интересует урон с большинства наших навыков ну ладно у метки нам важен урон у крыльев ворона нас больше интересует сейф-зона но он тоже как бы пригодится но не столько страшно а у например у щита и у темной силы нам на дамаг вообще пофигу скорее всего то что мы электричество я не думаю что урон от афекса хотя может быть у нас келес нифига себе пора блин 2 пропутать сокровища надо бы часы как-то снять ворона берем выше качество хотя я предпочел бы найти лука кота бесцветный ну ладно так вот сейчас надо быть поаккуратнее прошлый раз меня проклятие одно скопы тело в одном забеге так тактика еще хорош мне это нравится вот так делаем есть на бомбардир так вот не люблю к этим малявкам прыгать как не заметишь случайно одну какую-то и пиши пропала причем только в последний момент видишь как она уже появилась но ты уже не успеваешь перегодиться бывает даже так у нас карта еще не открыто это хорошо значит нас точно надеюсь мог бы у нас там и справа вон там что то есть и сверху там был проход да и в принципе если даже нам пришлось бы на привратника идти с проклятием я бы особо не запаниковал я в большинстве случаев я его стараюсь без получения урона все равно убить особо не рашить безопасно ним играя просто потому что я я люблю легендарки они дают себе сильный буст по хп при этом еще есть звездный афикс уникальный который если вы даже найдешь какой-то звездный афикс то просадка твоя по одному параметру в забеге вообще тебе никак не скажется что это оружие но в принципе перевесить даже по силе так где стрела моя не говоря о том что в принципе у звездного оружия как бы легендарного точнее оружие у него больше базовый урон в процентах а тактики где мне так и так дамага хватит особенно когда у тебя как вы знаете идет уже один доп параметр откуда-то пришел ой хрен знает что у него такое ой я понял не электричество было снизу вверх хорошо что я в него не воткнулся можно вот это взять для хп у давать возьмем меня в принципе не видимость не интересует я от нее никак не играю сейчас так хорошо тихоньку выносим так осталось два проклятия снять сейчас это был последний враг я там еще полно их там магазинчик еще и с сундуком и и параметр один есть странность и тогда же хорошо у нас еще есть защищать на этом тоже а если так как например мы сегодня вот нашли уже допустим двойной параметр какой-то до который дал нам тактику именно не в брутальность живучестью повезло то есть ну потому что мне кажется все таки что реально это не совсем рандом двойных параметров потому что реально смотрите шанс того что у тебя выпадет двойной параметр с нужным себе цветом 66 процентов кто мне ска осмелиться сказать что таких параметров нужными параметрами тебе даст дамагом именно выпадает больше хотя бы половины их выпадает меньше третьим по моим ощущениям я думаю как не сделать видео на эту тему что типа все таки это миф или правда потому что везде по-разному как-то говорят больше причем склоняются потому что это рандом как я понимаю но я не знаю мне реально кажется что когда мне сказали что вот это все таки это не рандом я реально в этом задумался что это было бы и логичная механика и при этом реально вот серьезно здесь больше двойных параметров именно не того цвета выходит а когда тебе хотя бы один выпал уже на нужный параметр да на нужный цвет то тебе даже легендарка которую ты возьмешь она уже ты по параметрам как бы в итоге не просядешь как если бы ты ушел бы в ноль в обычном забеге да что ты взял оружие с двумя параметрами при этом в двойных параметрах тебе бы не упадало нужно это не нужны тебе тактики например да но при этом у тебя будет еще зато два этих самых два свитка дополнительных сторону хп кстати сейчас я заметил одну такую тему что когда я убил эту рубаку там появилась граната которая отраженная сначала не врубился что откуда она потом я понял что я я же использовал там щит получается так ребят что если я после убийства врага использую наш щит думаю гранату которая появляется от прощального подарка мы ее отбиваем она усиляется в уроне силе своей не уверен что это будет актуально потому что такие гранат будет мало эти параметры всего лишь 20 так то не густо вообще хотя у нас был до параметр даже она у нас амулет такой себе все на черный мост погнали нормальный средний результат скажем так так на привратники нам опасно взлетать воздух я вот не знаю он будет ли до меня доставать своей электрической ауры из прыжка кстати тоже не знает то есть много чего можно тестить для того чтобы узнать как как это как с тем лучше всем справляться кстати огненец лет вообще-то хорошая тема я бы взял был этот амулет если бы не этот лук лук прям очень хорош урон по горению ну урон по горению ладно напалм огненный след есть просто это уже работает и лук высокого качества так что давайте возьмем его амулет мы еще сможем поменять нам амулет был свой не идеальный просто был немножко лучше нашего так а мы на щите кстати можем поменять аффиксы но надо ли ищем ли мы что-то давайте попробуем хотя надо серьезно долиного мы можем поискать на крыле ворона урон под по яду да 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 потому что яд у нас будет от темной силу главное не запутаться ждем когда у него электричество спадет он еще сначала спасает электричество потом ударит по земле потом мы подходим парируем его атаку ближнюю ну перед этим вы дать ему метку само собой включаем темную силу а нет потом лучше меня откуда то что она у меня на одну клавишу с темной силой блин не подумал об этом взлететь короче говоря и у нас будет двойное электричество правда потом я не знаю как это так удар по земле наверно рано я пустил гомункула вход все вот такая наша тактика ребята чертовски странно выглядел но вы посмотрите мы в принципе даже какой-то дамаг в него влили согласитесь тут поспорить тяжело так главное слишком слишком близко к нему не стоим и слишком далеко тоже не уходим на черепричество не будет доставать получается такая что тактика как бы которая пассивная с одной стороны да и получается так что вы при этом должен около врага держаться все равно около противника чтобы его атаковать ах ты как неудачно с нет вроде нормально даже я про гомункула еще забыл кстати который видите тоже в принципе какой-то небольшой урон вливает метка на хранительнице я думаю что это могло быть лучше просто на приватнике я реально очкую того что он меня ауровит это попадет если бы он по мне не попадал бы я бы в этом был бы уверен что крылья ворона скорее всего он не попадает когда ты взлетаешь я в этом не уверен абсолютно если кто-то об этом скажет я буду благодарен можно было бы тогда потенциал возможно использовать как-то еще лучше продаем на хранительница по крайней на первой фазе и на второй фазе вначале там будет время для того чтобы полетать халявно пока она еще не начала делать другие атаки потому что с юрикенов она может легко попасть ну вот я просто хотел легендарку все-таки получить поэтому решил вам аккуратненько снести так лук хакута есть прошивание всех врагов насквозь кстати интересный афикс это кстати афикс который есть только у легендарной версии лука хакута а если можно получается найти звездный афикс этот и еще какой-то одновременно поищем отправляет врага нет нет ядовитые облака во все хорош мне это хватит или это облака звучит интереснее чем прошивание всех врагов насквозь хотя не знаю ядовит облака будут самодостаточные а прошиваем всех врагов насквозь да не надо особо 1 1 врага убиваем и вторые остальные тому как бы перенимают его метку поэтому а на боссах вот это будет лучше работать на локациях у нас так в целом проблем каких-то трудностей не возникает так но побежали деревне на сваях соскучился я уже по этой локации скобочках нет как и раньше было модно какое-то время говорить согласитесь это реально прикольно выглядит и хотят какой-то найти мне кажется что это возможно немного извращение какое-то уже но все-таки я прям когда вот такое что-то попробую я не знаю от этого гораздо больше получаю удовольствие чем например от какого-то такого обычного забега где у себя все такое стандартное примерно и думаю что возможно для вас тоже как-то для кого-то что-то новое потому что возможно что у кого-то такой знаете предположение появилось что когда я прошлый раз про это упомянул про вот эту вот такую сборку что это будет какая-то дичь полный даже никто не может быть не решился бы это потестить а я возьму и покажу что принципе можно играть по крайней мере это лучше чем лук бездонный колчан уж точно ведь это в принципе как бы я не знаю мне нравится я не знаю что тут еще сказать такой необычный гейплей выходит ой ах ты пропустил то зарочил кто-то так у нас здесь был ключик но всего лишь один удар у нас стать еще такой момент что у нас ралли эффект практически не работает вот это надо еще учитывать потому что у нас если что ралли эффект восстанавливает по моему это может быть щит я не знаю навыки наши не восстанавливают и может лук какую-то еще устанавливать должен удары сверху не должны восстанавливать теоретически но особо рассчитывать на это не стоит а это магазин с едой возможно что мы в него заглянем потому что будет последний магазин с едой и желательно все таки с этого этажа выйти с полной ситуацией поэтому если что я там и арбузку куплю и и тут самые вишенку не вот этот рацион еды больше всего нравится мы здесь были нет здесь мне были ведь будет магазин с оружием соответственно так мы ищем ничего не ищем на самом деле можно чуть просто включить мы ищем только ничего не ищем у нас у нас уже собрано так что мы могли бы пойти на коллекционера с этими вещами но разве что искать выше качество например крылья ворона темную силу даже не уверен что надо лук хакута у нас уже есть горзовая щит можно поискать по выше качество опять же что не уверен что нам требуется что будет больше урона у него больше аффиксов но больше урона именно с парирования а с этого самого всего электричество вряд ли а хотя нет а возможно что нет электричество тоже растет урон это же не аффикс электричество точно слушайте ребята а электричество получается которая у которую грозового щита идет до с особенности в описании у него урон показан 4200 там было написано 421 интересно электричество от темной силы которая с аффикс идет она такой же по такому же алгоритму считается или нет по такому же дпс потому что у всех у этих аффиксов да как я там и так далее у них у всех есть свой какой-то определенный дпс я понял я так и подумал что это способность не будет и не подаем вишнику потом попозже возьмем скорее всего там должен быть такой же урон но это не точно я помню что у яда там я смотрел там было по 16 дпс или 20 дпс он типа у обычного отравления и у ядовитого облака дпс это отличался причем но конечно эту малышню выносить просто одно удовольствие они ничего сделать не могут так продаем мы этаж мне нравится этаж он очень быстро проходит я вот обращал внимание что его с проклятием когда бегал он просто мечом то есть нам с процессе называют каждый раз так что в обычных забегах он проходит за пару минут то есть он крайне короткий тогда когда ты уже как бы имеешь собранный билд и при этом сам этаж какой-то он такой типа быстрый быстрый небольшой есть такое все компактненько есть насквозь бы бежать то вообще моментально проходится продаем там был подробнее где-то соседка но все-таки я правда не заметил сначала так у нас ключик взять вот все смотрите этаж закончен у нас осталось забрать ключик вот здесь казалось бы только начали этаж 56 того продукт только ой блин ладно а я понял он невидимый тогда что мне эта штука не взорвалась на пол экрана кстати выпал щит который типа высокого качества но нам он слабо не нужно так хорошо 60 врагов сделали ключик забрали можем идти на выход только за заодно забрать где-то вишенку собак я имел ввиду не вишенку ладно я имел ввиду магазин сходить за мясом ну надо же было я думал что есть один враг и все типа не заметил что это такой такой проплешину оставил я возьму в магазине еду потому что просто хочу иметь полное хп к заброшенном хлеб потому что дальше мы особо восстановиться толком не сможем только с этого самого с парой еды на этаже которые фиксированы выпадают поэтому я пожалуй схожу и куплю себе арбучку она все равно недорогая на мне деньги тратить всего некуда мы на луке уже нашли что искали остальное у нас есть бесцветное будет искать это не тяжело покупать нам особо что-то что-то не надо опять мне деньги в общем-то особо не душ ты их 38 минут кстати полу мы даже не особо медленно идем те порталы а портал только справа вот почему я ближе к а я чем обход ладно тогда так пойдем все и на выход зашибись мне очень нравится как бодренький хороший забег пока что идет надеюсь что он на хранительнице или раньше ее не оборвется сколько на здоровье кстати 6000 ну там еще на следующем этаже может быть поднаберется немножко хотя у нас тактика уже перестает давать здоровье не густо вообще ни разу но смотрите на бой блин кстати на 8 это хреново работает я только сейчас посообразил ребят ну как хреново это на с одной стороны интересно работать с крыльями ворона с другой стороны мы темную силу не можем спать мы даже в дверь успели 26 минут я вот о чем говорю как раз таки продаем одну клетку успели дать темную силу мы не сможем спамить потому что нас чуть охотника работать на боссе не будет а других вариантов порезать себе кулдауны у нас разве что остается только этот самый а как это слепая вера или как она называется да из живучести от парирований но я ее брать не хочу потому что на в принципе она как на самом деле она и заряжет кулдауны сильно там большое число даже без параметров толком она на 2 и 8 секунды она режет кулдауны то есть есть ребята вы умеете что мы играть лучше меня гораздо то и часто парируете на боссах можете часто парировать то вам может можете парировать так вот постоянно его и тем самым открешивать себе темную силу даже на больше сможете ее спамить постоянно я надо брать не буду я возьму себя просто сторону выживаемость хоть мертвым утро передышкой и не знаю что еще скорую помощь может быть но вообще как вариант даже усмотреть не прокачивая отдельно чисто звонить свитки чисто живучесть да а вот так брать 50 на 50 где именно больше сдает дает хп пол слепой веры у нее сам по себе старт высокий и там прирост на неплохой такой поэтому у вас все равно она будет как бы регать кулдауны достаточно сильно если умеете пользоваться этим то вполне себе можно спамить и потенциал билда забега сборки и билда сборки дубном это еще с натяжкой назвать можно хотя это такая знаете тоже немножко по крайней мере что такое оригинально выглядят они шаблонно так понятно электричество рано закончилось вот что скажу но это было безопасно сможете считаю но я уже сказал короче хорош зациклился надо тоже мысли так много времени серьезно что можно придумать быстрее это просто мы пробегаем этажи мимо можем вы знаете как просто как если я думал сделать челлендж паципист типа не трогая никого из мобов пытаться выжить не думаю что это будет не слишком тяжело поэтому как-то не уверен что я буду это делать потому что но это как в языке просто я думал на такой же тема там есть такой особый сид называется паципист записи точнее где ты не наносишь урона в мобом вообще и боссом тоже но у тебя все двери открыты тебе надо просто пройти мимо все но при этом босса они как бы не открыто дверь тебе надо подождать пока босс как у него полоска уменьшается потом он просто теперь дверь откроет то есть вот так вот я думал что-то подобное dc замутить типа с таким же успехом но босса придет пришлось бы конечно убивать а локации пробежать все но не знаю насколько это будет интересно поэтому как-то до сих пор не лишь так и не решился стоит ли это делать вообще или нафиг забить болт на такую крайне сомнительную затею а здесь получается так что мы бегаем примерно с таким же ну практически с таким же успехом как если бы бегали бы вот в таком вот челленджа да в пацифизме не трогай никого из мобов ну почти так же я говорю но при этом мы их всех убиваем просто пробегая мимо показалось чтобы портал застанье но только показалось параметр из звездного врага вы был увидел там в последнюю секунду еще параметр вот опять этот этаж он берет и набирает набирает очков целую гору этаж перед своим боссом так у нас есть ключик самая нелюбимая генерация от этой комнаты с ключом потому что ей можно случайно из гимбат подведет или что такое можно ряпнуться куда-то вниз так можем еще сюда направо сходить проклятие мы уже сняли поэтому волноваться нам не о чем но рада что может попасться еще одно проклятие я в принципе против на обычной на обычной части этажа но шанс на него крайне мало говорить типа волноваться больше не о чем как будто бы обычные враги физически не могут увидеть по вообще на сейчас есть чего опасаться но и не думаю что у нас возникнут трудности щит ищем щит нас поменьше качества щита хорошего здесь нету даже если кого-то волнует напряг с хп можно было бы даже не знаю просто здесь упарываться в афиксы не в чего не во что возможно было бы типа поискать хороший какой-то интересный афикс на при этом пожертвовать допустим параметром одним с этого оружия но здесь по афиксам искать нечего поэтому даже не знаю мне очень интересно все таки были ли те кто думали что это будет что на первый взгляд звучит крайне сомнительно а потом удивились тому что это вот так вот интересно защищает вот мне любопытно очень может даже кто-то захочет этим попробовать побегать правда я не знаю на какой на на всех ли клетках босса это будет работать но вообще должно работать на всех теоретически если конечно все эти навыки а стоп грозовой щита не открыть как я сейчас обломал всех туда и кто его еще не мог открыть да то еще до 5 клетки босса не нашел ну вообще за заметить без грозового щита можно играть согласитесь я его использую крайне редко только на боссах в основном на боссах может использоваться другой щит теоретически тогда тебя будет реально не хватать то есть получается так что ты не можешь использовать стабильное электричество либо все-таки тебе придется играть от парирования чаще слепой верой тогда ты сможешь все-таки с память темной силой у грозовой щит все равно как бы из щитов он выдает максимальный дамаг который можно можно представить себе ну альтернативно брать чтобы это было через тактику чисто то есть получается отражающий щит. В принципе, на локациях с ним тоже весело бегать. Я хотел с ним как-нибудь побегать, но все никак руки не дойдут. Или можно, конечно, понадеяться на какой-нибудь шипастый щит или что-нибудь такое, что дамажит само по себе боссов еще неплохо, да? Но это искать придется бесцветное, либо легендарное, и на это уже рассчитывают сами. Сами понимаете, 50 на 50. Тут как повезет, учитывая, что после обновления сильно порезали количество проклятых синтаков, поэтому сделать проклятый билд гораздо стало... Собрать, точнее, его. Гораздо стало страшнее. Что творится? Я так спокойно на релаксе говорю все, да? Игра как бы на фоне сама играется, я даже не парюсь насчет чего. А тут такое миссио происходит, да? Вообще, прям кайф. Я думаю, что за таким забегом даже можно было бы пытаться пройти всю игру без получения урона. Я бы думал насчет такой концепта, типа не с проклятым мечом, а просто попытаться даже когда-нибудь какие-то взять сильные билды, да? Без проклятого меща, допустим, не Миря, а в тактике, да? Но попытаться сделать забег без получения урона. А нет, твою же за ногу, а! Ну вот, заметьте, видели сейчас, как у меня ралли-эффект сработал, да? Это из-за удара вниз. Потому что у нас уже урон от удара вниз большой, потому что он скейлится от самого большого параметра, как и урон от гомункула. 32 параметра у нас тактики. И там было много врагов, мы там кого-то еще убили, у нас ралли-эффект хорошо сработал сейчас, и мы смогли отбить то здоровье, которое я там пропустил, от топора этого дурацкого. Очень поглубый удар пропустил, конечно, ну ладно. Я думаю, что мы за тем крылом ворона с луком какой-то возвращаться даже не будем. Особого смысла не вижу. Но за вишенкой мы, пожалуй, сходим. Полное здоровье и плюс-минус один в поре. Плюс-минус один, да-да-да. Именно так я и сказал. Мне не навредит. Так, я вот так в эту сторону пойду, наверное. Я сказал, что пойду в эту сторону. Нет! Капец. Жесть. Звездец, я ненавижу такие ситуации. Это уже не первый раз происходит, ребят, такое. Куда мне идти сейчас? Я не знаю. Мне надо как-то добежать до следующего пункта. А я не уверен, что я добегу. Сбегал за вишенкой. Стоп, там арбузька была, арбузька была. Вот я не люблю эту локацию, что мне кажется, что это немножечко недоработка, такой дисбаланс, что ты... Ну, хотя, может быть, сейчас я бы добежал бы там, если бы не затупил. Но просто я в такой ситуации уже когда-то попадался, что физически нельзя было добежать. Я даже проверял это. То есть такая область, что ты повторно пробежать по этому маршруту без получения урона от тьмы не сможешь. Тебе просто в фонаре не хватит, потому что ты когда бежал первый раз, там были фонари, которые лопнули уже. А вот эти желтые, их не хватает. И вот сейчас я опять попался в эту же ловушку. Я не ожидал. Я сейчас надеюсь, что такого не произойдет. Я и флягу схавал. У меня еще и здоровье уменьшилось, чем было до этого. Это просто жесть. Мне еще одну флягу хоть хавай, я не знаю. Жесть какая. Мертвое утро можно взять, но я не уверен, что оно меня спасет. У него передышку подождать, чтобы хотя бы у меня хранительница не сманшотила. Я был не уверен просто, что спасет ли меня передышка от смерти, когда я получаю урон от тьмы. Вот это вот я был не уверен. Поэтому решил флягу схавать. Хотя бы сообразил. Вы прикиньте, сдох бы вот это вот, а? Играть-то как бы вроде как немного умею, а вот такие форс-мажоры, это, конечно, жесть. А, наверное, меняем мутации. Передышка. Скорая помощь. Серьезно. Больше брать-то нечего. Передышка на кулдауне, вот что плохо. Мне не нравится, что когда ты переходишь между этажами, что у передышки кулдаун не исчезает. Так бы просто я мог бы физически подождать здесь. Тайминг, таймер-то не идет. Или хотя бы, чтобы передышка, она откэдэшивалась, когда я меняю мутации. Ну, лучше, чтобы она перепереходя между этажами возвращалась. Потому что это никак геймплей не усложняет. Только заставляет тебя либо подождать, либо рисковать лишний раз. Ну, ладно. Значит, будем рисковать. Так, все, взлетаем и ждем. А, нет, смотрите-ка, она все-таки... Она все-таки не атакует, когда мы... Она все-таки не атакует, когда мы в воздухе находимся со своими мечами. Все-таки не атакует. Тихо-тихо-тихо. Нет! Ахренеть! На меч! На меч меня насадили. Я собирался спарировать ее вот этот гарпун. Вот, смотрите, за сколько долей секунд до конца я получил урон. За черт меня возьми просто ничто. Продаем. Жесть! Да как так-то? Такой дуравский урон. В самом конце мы легко ее попорвали. Согласитесь, там дамага более чем хватало. Мы, когда взлетели, мы могли там... Я испарировал-то только один раз. Ну да, там нормально было вполне себе. Лучше, чем ожидал, скажу честно, но в конце накосячил, конечно, очень по-глупому, максимально по-глупому. Ну да ладно. Так, значит, меняем мутацию и себе обратно ставим передышку. Нас, значит, уже не должны сваншотить. 27% хп это вам не кухры-мухры. Это значит, что не антиваншот, не передышку. У нас враги не прокликают, не проскочит ее. Надеюсь, что мне выпадет арбузик и я не получу ни одного удара на этом этаже. ХХ два раза. Но я думаю, что мне с большой вероятностью придется пить флягу. Я думаю, что если бы я немножко хотя бы потренировался бы с одним билдом, как знаете, игроки бывают такие, что проходят, допустим, все клетки подряд одним и тем же билдом, там, конечно, гораздо проще будет, но я играю так без тренировок, без того, так далее. Я думаю, что и так, в принципе, все получится. Но немножко потренируюсь, наверное, было бы, конечно, попроще. Хотя бы сделав пару забегов с таким билдом. Продаем. Но вот здесь, на самом деле, уже попасть не локация идет. Не знаю, здесь хватит ли нам урона от всего этого, чтобы ваншотить врагов. Но вообще, ну, не ваншотить, а быстро убивать ненавидно до их атаки, то есть. Но вообще, теоретически должен хватать. Да более чем, по-моему. Продать. Надеюсь, что мне выпадет все-таки арбузная долька, а не вишенка. Хотя бы одна штука из того, из еды, чтобы выпала именно арбузка. Хорошо. Мы серьезно, вам выносим врагов быстрее. То есть нам хватает буквально двух тиков по метке как будто с электричеством, чтобы вынести. Ох, а еще знаете что? Знаете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, успели убить его раньше, чем. Я готовился там перекатиться, попытаться через это электричество, но повезло, что убили раньше, нам не пришлось это делать. Ловушек надо опасаться. Потому что на ловушке с такой быстрой игрой я могу налететь. Ну, не свои быстро, а то, что билд вынуждает, как бы, сборка вынуждает быстро бегать. Ох, сейчас, смотрите, я хочу сейчас потенциал показать. Ну, как потенциал? С крыльями ворона. Раз, и взлетели. И все. И вот это все время, которое мы сейчас находимся, мы бы их могли еще дамажить. Безопасно, абсолютно. На деснице должно быть то же самое, примерно. Ууу. Электричество называется на кулдауне было, по-моему. Но, вот как раз-таки в таких ситуациях ядовитое облако от лука Хакута, оно спасает. Потому что по нему тоже проходит урон. Хороший, смертный. А там электричество было на кулдауне, потому что я его, потому что пытался вам показать то, что задержался после этой элитки, чтобы показать время, которое я мог еще спокойно на ней стоять. Так, магазинчик. Крылья ворона 11 уровня есть. Можно и взять вообще. По приколу. 108 тысяч стоят. Совсем дешевые. Очень дешевые. 108 тысяч для такого уровня это копейки. Прямо там бывает 200-300 тысяч оружия уже стоят. Некоторые. Так. Но он тоже легко выносится. Там было золото. Нам оно не надо. Здесь будет ежик, соответственно. Это я уже все давно выучил. 46 врагов, кстати, без получения урона пока что у нас. Я думаю, что мы скорее всего должны не умереть на этом этаже, наверное. Желательно. Но хотел сказать, конечно, что 60 врагов сделать, но не сделаем, походу, потому что я пропустил очень глупый урон. И именно, смотрите, именно вот эти воздуходубы меня больше всего напрягают, потому что от них, если я перекочусь даже, то это меня не спасет, потому что они бьют во все стороны. Вот в чем прикол. Слушайте, я даже для себя это особо не думал. Почему я не люблю этих врагов? Потому что даже перекат не спасает от них. И плюс они мешают, когда у тебя есть какие-то еще другие враги. Что ты сделаешь? Да, щит, конечно. Сколько раз я парировал за этот забег? Примерно столько же раз, сколько и, наверное, получил урон, да? Что-то в этом духе, скорее всего, у меня. Обычно такая статистика идет. В тактике со щитом, тем более. Входим. От воздуходу в краски мне вот, вот на них я ощутил, что регулярно не успеваю их либо убить, либо если у меня нет электричества, либо вот такая ситуация опасная может возникнуть. Поэтому с ними, наверное, не стоит сломя голову бежать. О, сломя голову уже интереснее. Так, как мне до этого с фиткой добраться? Ты что тут забыл вообще? В смысле, а как добраться-то? А, снизу, блин. Там с другой стороны обход. Слева надо было идти. Ладно, сейчас вернемся. У нас вишенка одна на этаже, но проклятая. Ну, блин, не проклятая, а с хворью. У нас нет мутации, которая еду делает проклятой. Чтоб так говорить. И еще, я не помню, то ли измова нам не выпала? Наверное, измова не выпала, да-да-да. Измова точно чистая еда выпадает все-таки. Надеюсь, что там будет арбуз. Хотя две вишенки уже хватит для того, чтобы себя нормально регнуть. А из-за того, что мы использовали флягу, у нас теперь стака в хвори нету, поэтому можно сначала схавать плохую вишенку, а потом схавать хорошую. И как бы проблем не возникнет. Хвори не будет. Да и в принципе, я особо хвори сейчас не опасаюсь, я опасаюсь именно... Ух ты ж, блин, именно вот такого, да. Именно большого урона. Тактика хвори не боится. У тактики нет столько урона, столько хп, чтобы... Ах, черт. А, я еще молодец. А, хотя ладно. А, нет, у меня хвори не было. Ладно, тогда значит косяк. Надо было сначала ту вишню пускать, а потом уже эту, чтобы снять хворь. Но я не успел сообразить. Ну и хрен-то с ним. А, не сюда. Так, хорошо. Кстати, было бы забавно, если был бы звездный аффикс на некоторых оружиях, чтобы невидимость появлялась. Но такое, что типа... Хотя нет, это было бы имбол, наверное. Задумался об этом. Даже если в этом умиле оружие какого-то появлялось бы, даже на секунду это было бы слишком круто. Это бы просто... В спам-билдах было бы мега-сильно. Это заменяло бы мутацию... Получается, заменяло бы хищника в брутальном билде, в котором тактик как бы нету, но хищник выступает для того, чтобы просто сбивать агро-врага. Ну не знаю. Не, наверное, это перебор ПВП. Это глупая затея мне в голову как-то пришла. А вот этот щит мы берем. Он с 300% урона по врагу после парирования. Правда, не знаю, зачем это мне. Но пусть валяется. Хуже от этого не будет. Все равно щит выше качества. А другие аффиксы нас особо не интересовали. Достану? Опять не достал. Ну вот отсюда я уже достану точно. Все. Идем, забираем 36-й параметр. Нормально так, свитков на гребле опять же. Обычный, обычный результат. Теперь уже такой, которому я каждый раз радуюсь. Продаем. Продаем. Конечно, легендарка вторая была бы в тему от хранительниц. Я бы, скорее всего, поменял бы что угодно на легендарку. На что угодно и поменял бы 100% ради хп. Потому что 4700 хп, но не густо. Сейчас, конечно, будет целых 6000 копейками. 7000, ладно. 7000 будет. Едва ли причем. Ну, текущего хп, не максимального. Да, дверь закрыта. Потому что, как только я начал говорить, что я 60 врагов сделаю, я их сразу профукал. 7000 вангую хп. Текущего. Ну, должно быть. 7000 есть, да. Считать в уме немножко я умею. Ну, и побежали на десницу. Надо первую атаку, желательно его все-таки спарировать, чтобы потом взлететь и уже безопасно себя чувствовать. Так, надо сообразить, что я должен сначала сделать. Так, стреляю. И сначала... Блин, как это все успеть-то? Наверное, спарировать, а потом уже стрельнуть и начать его фигачить. Еще гомункула было бы хорошо запальнуть и взлететь сразу. Так, стоп, сначала, значит, парируем, потом стреляем, гомункула излетаем, да? Хорошо. Я запутался опять. Парирование, стреляем, гомункул взлетаем, все. Треугольник, квадр... Крестик. То есть квадратик. Блин! Я запутался. Нет, 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 нет. Я... И вы поняли, да? Что все пошло... Воу! Мы проверили кое-что. Проверили кое-что важное. Мы проверили то, что Дисни за своим тараном он попадает, когда ты в воздухе находишься. Это важное умение, важное знание, скажем так. Э, как так-то? Я же перекатился, нажал, вроде бы. Ну, капец. Флягу используем еще. А мы его убьем, да, сейчас? Блин. Так, вот с этого, конечно, он не достает. То есть понимаете, что если бы я сейчас еще скинул, наверное, на Дисницу какого-то моба, я как раз таки говорил про такую тактику сцепки с плетью, с электрической, да? Что мы могли бы скинуть моба, а потом взлететь на Диснице и вторую фазу полностью его проскипать. но на первой я накосячил два раза. Два раза от тарана причем именно. Почему второй раз по мне от тарана попал, я не совсем врубился. Надо, кстати, мне сейчас перезаписать запись будет, чтобы, ну, вы понимаете, да, что если вдруг у меня ППС упал, то возобновить его, потому что проверить я это, к сожалению, сейчас никак не могу. Поэтому, ребят, на секундочку паузу. Может быть, я кого-то уже задолбал с этим паузом, конечно, но и по-другому, к сожалению, не знаю, как мне быть. Или, может, не стоит объяснять это каждый раз, но появляются же новые люди, которые не знают, зачем мне эта пауза. Просто бывает после сниться, у меня ППС проседает резко. При этом узнать я заранее это не могу, потому что это видно только на записи. Передышку берем. Так, чуть-чуть ее охотника обратно и прощательный подарок. Все, все, пытаюсь прокрутить в голове, ничего не забыл. Так, мутации. В этот раз, кстати, я, ребят, ни одной мутации не забыл взять, не поменять. То есть в прошлый раз я мутации забывал поменять. В прошлой серии. Сейчас опять появится, смотрите, фиолетовый экран такой на долю секунды, который виден особенно при замедлении. Секундочку. Оп. Когда мы появимся в этой локации, сейчас он появится. Ну же. Вот, видели? Фиолетовый экран, да? Сейфскам по-любому, сейфскам. Паранойка включаем, блин. Ну, кто понимает, что я тут высмеиваю, потому что я до сих пор с этого фейтспалмлю. Ну ладно. Не знаю, может, не стоит, конечно, так угорать с этого. Ну, серьезно. Было крайне странно. Все хорошо поднимать. Такие темы. Взлетаем, убиваем. Изи. Ох, тихо. Чуть не улетел. Кстати, я это возьму, пожалуй. У меня дамага хватает. Мне хп пригодится. В принципе, в котором больше параметров, черт, я не думал, сейчас улечу куда-то не туда. Полезли наверх. Так, нам два этих самых. А, стоп. Это ж не сейчас сейфскам должен был появиться. Этот прикол. Это ж перед следующим этажом. Ну, по-моему, сейчас тоже был фиолетовый кран, кстати. Если не ошибаюсь. По-моему, это именно на астролаборатории. Это и цветовые тона, как бы, астролаборатории такие фиолетовые. Ну, по-моему, там опять был фиолетовый кран. Это ж перед коллекционером у меня такая появляется. А на этом этаже, как бы не обращал внимания, есть или нет. По-моему, там было. Это я просто уже забыл, когда он там появляется. Тихо, тихо, тихо. Так, нам куда? Нам наверх вроде как. Ключников двух найти? Эй, ты... Я все время что-то куда-то не туда стоять. Я вижу. Но я туда так не запрыгну, надо в обход идти. А что темная сила-то? А, вот. Что-то было... Не сработало сначала. Вишенка. Вишенка с хворью. И вот так бьем. Мы успеем его убить. Ох, тихо, тихо. Успели, конечно, но было близко. О, ах ты же, блин, лук-какута. 32 тысячи урона. Не так уж много. Конечно, было бы больше по параметрам... По параметрам дамага в итоге. И там был бы еще прирост. Даже не знаю. Может, стоило его бы оставить. Знаете, что реально надо было оставить этот лук-какута на коллекционера и идти хрен с ним с хп вообще. Вообще болт забить. Если попадет еще один лук-какута, парюсь себе в хп и по параметрам с амулета тоже, если будет. Потому что мне... КП меня особо не спасет. У меня все равно ваншотить все подряд будут. Блин, мне не нравится, как он там стреляет так. 22% здоровья. Нехорошо, абсолютно. А у меня последняя фляга осталась. Блин, если я сейчас обосрусь, если я сейчас сольюсь где-то, это будет вообще фейл. А я меня сейчас в ваншоте так-то. Любой враг. Надо вишенку взять сначала. А я при этом уже две вишенки схавал. Блин, может стоило, знаете что? Не, не стоило, наверное. Да, нет, наверное, стоило, да. Надо было брать не прощальный подарок здесь лучше, наверное, мне, а высокую кухню. Вот. Ну, тут, конечно, знаете, вот практически две фляги мне пришлось использовать из-за того, чтобы был косяк на заброшенном склепе, который я... Ну, частично признаю, ладно. Только частично. Не полностью. Ну, вы же знаете, что я своё, в принципе, готов признавать, но там реально как-то было немножечко обидно. Тихо. То, что от темноты вот так вот отхватил. Ладно, не достаёшь, так не достаёшь. Ой. А, нет, нормально всё. Думал, что всё на силу не работает. Так, мы куда идём? Там справа была, по-моему, дверь, кстати, на карте. Да, да, вон. Кто у нас здесь будет? Я, кстати, не знаю, вот с прыжка неударшийся эксперимент попадёт по мне или нет. Я думаю, что да. Раз десница по мне попадает с своего тарана, это мы проверили, то лучше не стоит. Вот я забыл, кстати, десница в бою вначале, почему я не спарировал эту атаку, что у меня в начале боя всегда идёт подлак. Из-за него у меня тайминг парирования первой атаки, он меня нафиг весь улетит, слетит, и я не смогу его сделать. Вот про это я забываю. Ухтиха. Блин, надо что-то делать со щитом, потому что я его прям вообще не юзаю. Блин, ну прикиньте, что весь урон, который у нас идёт, это тёмная сила, которая аффиксом урон даёт и по метке. Всё. Даже не щит. Всё. Вот так вот. И готовенько. На коллекционере, правда, я не знаю, вот я хочу ли ждать. Просто я реально думаю теперь, что он хорошо тормозит, да? Что, скорее всего, он по мне будет попадать со своей юлы. Тогда мне не стоит, наверное, использовать крылья ворона в обычную его фазу. Может быть, мне их использовать чисто для дамага? Либо когда он начнёт шприцом махать именно, чтобы эту фазу скипнуть и при этом наносить ему урон в это время. Хотя мы и так бы наносили бы урон. Вообще, было бы идеально, конечно, научиться нормально шприц его парировать подряд целую кучу раз. Было бы тоже приятным бустом на дамаге. Жесть такая. Давай. Подтормаживает немножечко у меня устройство. Давай, беги. Я думал, здесь птицы будут. Не-не-не, знаете что, ребят, на секундочку на паузу нажму. С вашего позволения. Так, продолжаем. А то как-то у меня сейчас уже неприятненько были такие под тормозы, как-то нажимая он не бежит или нажимая он бежит слишком далеко. Не буду на этом зацикливаться. Так, одну флягу я постараюсь всё-таки сохранить коллекционера на всякий пожарный. Правда, если мы её берём с собой, да, всего лишь одна фляга. Стоит ли тогда брать скорую помощь вообще? Может, стоит взять тот самый? А передышку да и хрен с ним. Когда передышка сработает, тогда и будем флягу хавать. У меня, в принципе, только одна фляга, поэтому мне это особо не надо. Хотя, с другой стороны, фляга могла бы меня спасти для неуязвимости мне время дать. Когда я использую, например, когда у меня будет последнее фаза, например, вот там вот. Здесь мы вряд ли сможем проскипывать фазы коллекционера на халяву, как это было с прокатным мечом. С некоторыми голдами, в принципе, может получаться. Поэтому это рассчитывать особо как-то не стоит. Понятно. Да я его так вынесу. Так, раз. Да, сейчас, когда, конечно, фляг у тебя нет в запасе, и такой, знаешь, немножечко подрагивай, что не хочется так сломя голову бежать, чтобы это все работало. И чтобы билд тогда в таком случае как бы работал нормально. Но я тебя вот так. О, нет, 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 твою же за нушу, а? Фух, хотел сказать за ногу, сказал бы таки за душу. Но я всегда не понял, что я сморозил. Так, вот, кстати, передышка сработала при 25%. А, нет, она сработала у меня меньше было, потому что, значит, я антиваншот, скорее всего, сработал. Так, стоп. Все, сообразил. Задумался так как-то. Ну, хорошо, что получилось дверь открыть и убежать. Иначе бы сейчас меня там птица это зажало, конечно. Так, ну, антиваншот при... Блин, 25% это входящие или не входящие рамки, интересно. Но это большая разница, потому что у меня либо коллекционер ваншотит, либо он мне не ваншотит. А, мы вообще по ним не попадаем, да? Ну, окей, мы их просто с крыльев вынесли, по сути. Ну, мы там пытались метку кинуть, но не получалось. Ну, и теле электричеством еще. Без метки даже снесли. Просто получается так, что мне либо все-таки флягу хавать сейчас, либо не хавать. Но мы все равно уйдем на него. Уже сейчас нам больше брать особо нечего. Я думаю, черт меня возьми, можно флягу схавать, допустим, жирную. Мы можем себе мутации два раза реролить туда-сюда, чтобы взять продление страховки, полностью себе хп регнуть таким образом. атаку у нас будет 85%. В принципе, мне больше деньги девать некуда, давайте так и сделаем. Такой сомнительный ход. Ты тысячи ждем. Вдруг я сейчас поменяю эту флягу, и она не ригнет мне до конца. Уменяет мутацию. Как только вы выберите мутацию, да-да. Точила. Или что-то такое, халтура, а не геймдизайн. Да, я помню, как я с этой фразой еще изначально угорал. Так, передышка, мертвое утро, и... 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 что еще? Можно чеснок взять, но нужен ли он мне? Он как бы будет замедлять коллекционера, но у меня из этого могут, наоборот, тайминги слететь, когда я буду перекатываться от его этих самых... от его юлы. Стоп, удалось лететь, нахрен. Вот 200% даю. Замедлите, если уклонитесь в последний момент. То же самое будет. А если я уклонюсь в стену от его юлы, она замедлится, может быть, нет? Она замедлится, и при этом успеет меня ударить. Может быть, так сработает, хрен его знает. Не хочу ничего из этого тестировать, честно скажу. И... остальное все работать не будет вообще. Али, что происходит-то вообще? Боеприпасы, что ли? Луком стрелять будем чаще. Глоток воздуха не надо. Мазохиста можно взять, во. Мазохиста возьмем. Потому что у меня перед этим самым, перед... перед коллиционером... Ну что, что у него может нас продамажить? У него могут продамажить меня шипы из ловушек, да? Что-нибудь еще из его атак считается ловушками? Как у гиганты, например, кристаллы сверху считается ловушками. Видите, опять, этот экран был, да? Это я не за кадром поставил, это он у меня есть. Ловушки его могут продамажить по бокам, а из его атак, по-моему, ничто не считается ловушками больше. Но те ловушки, они могут очень большую подставу сделать, поэтому... Я, наверное, ребята... хотя ладно, не буду. Я, сказать, подожду, пока передышка открежется, не буду. Что, я тут совсем уж не справлюсь с ним? Сейчас справимся, сейчас все будет, все будет зашибись. Так, если он начинает со шприца, мы ждем. Сначала не стреляем, потому что у нас темная сила активирует. Если он начинает со шприца... Зараза, надо было взлететь вот так вот. Дай ему метку! Все крайне коряво получилось у меня. Абсолютно не так, как это должно было быть. Так, это мы можем парировать, тем самым вызывать себе электричество в большом количестве. Сейчас еще раз активируем и будем лупить его. Немножко, абсолютно, ни о чем дамага влили, конечно. Нет, не убивай его, не убивай его. Тихо, тихо, тихо. Надо ждать, когда темная сила открежется. Вот чем прикол. Можно было еще попытаться это самое, спарировать его атаку надо было, наверное, стоило. Да, что-то как-то дамага не густо, если честно. Без парирования надо парировать атаку, чтобы был дамаг. Раз, два, три. Надо, что вторая молния появлялась. Тут одной темной силой дамажить, конечно, это крайне звучит странно. О, не, 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 я что-то думал, что он телепортируется, я был почти в этом уверен. Хорошо. Последняя фаза осталась или нет? Интересно. Да, последняя фаза, походу. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Было случайно. Не, 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 ааа, черт, возьми меня, ударил таким дурацким способом, опять же, от долбанной бомбы. Хотел сосредоточиться, называется. Ай, блин, еще здесь продамажил. Смотрите, какой дерзкий, а. Так, раз, парировали. Теперь бежим к нему. Ай! Все, добили. Бой был немножечко сумбурный, по-моему, к северной серии получилось буквально час 15 минут, По-моему, там, прошлая запись была час у меня, или вот 57 минут или 59 минут, сейчас у меня 15 минут. Крайне коротенькая. На удивление, это, это так быстро, такой быстрый запек получился. Кто бы мог подумать, вот серьезно. А последним боем я недоволен. Как и боем с десницей в особенности, на хранительнице и ну, природник я просто медленный был, на хранительнице в принципе я понял, что мы могли бы ее легко вынести, там надо было спорировать последнюю атаку, я решил все-таки перекатиться. Когда она курьком меня ударила, я в меч в итоге врезался. На деснице, по крайней мере, ребят, я понял то, что крылья ворона не спасают, походу, от его оттаранищей атаки, вот что важно знать, важно иметь это виду, но можно вторую фазу полностью проскипать его. Что с крыльями ворона, что в принципе там, ну, кому с чем интереснее играть. Но мне вот нравится с крыльями ворона вот такая вот, вот этот забег, да, мне очень понравился. И с электрической плетью через крылья ворона мне тоже очень понравилось играть. Может быть там была волшебная ракета были бы лучше, играли? Ну, может быть нет. У электрической плети теоретически вроде как урона больше в ДПС написано. Не знаю, может быть как-нибудь и протестируем то же самое, но с волшебной ракетой просто не хочется реально брать то же самое, все чисто менять только плеть на ракеты. А все остальное Там, как бы, всё идеально было уже Такой-то, жёлтенький костюм, я вообще такого не помню Я костюмы, кстати, за кадром сейчас не открывал Это либо я открыл куда-то давно И забыл про это, и он мне не выпадал Либо, я не знаю Костюмы я не открывал сейчас Прикольный костюм тоже Ладно, вообще, вот такая получилась серия Надеюсь, что она вам понравилась, она была крайне забавная Необычная, как мне кажется, по сборке вот этой вот Одной из... Ну, одной из наиболее такого необычного, что я пробовал вообще за всё время Я думал, можно так сказать, в принципе, достаточно громко звучит Но всё-таки это реально так Надеюсь, что вам это тоже понравилось Вдруг кто-то захочет поиграть Если бы я позиционировал это как билд И пытался чему-то научить кого-то То, наверное, я бы, конечно, готовился бы к серии Пытался бы понять тактику везде Как что поступать, но Я думаю, что и так все это у меня более-менее получилось Пройти за век, и это хорошо Хотя, конечно, косяков было много забавных Но серия вышла такая, знаете Не так, что я в сухую игру сделал Или она меня в сухую делала А так, что с интригой То есть дамага много, а я при этом фляги как на пустом месте беру и хабаю Потому что, бац, вот такой форс-мажор происходит В общем-то, ребят, на этом все Надеюсь, что вам понравилось это видео еще раз Подписывайтесь на канал, если это так Особенно те, кто еще, как особенно Только те, по сути, кто не подписан еще на канал А таких, между прочим, больше половины зрителей канала Представьте себе Между прочим, статистику я смотрел Оставляйте комментарии, ребят Стараюсь отвечать свои мысли по поводу вот этого Можете предлагать свои какие-то очень странные, неординарные билды Если у вас есть такие на заметке Потому что я особо такого ничего не видел Такого прям, что по геймплею прям сильно отличается От стандартного Может быть, скоро будет через нас через жевелины Не знаю, возможно, как раз таки Я вот пока у меня вот эту серию записал ее заранее Пока она там выйдет, может, я как раз таки немножечко подготовлюсь Хотя у меня время-то на другое, на самом деле, было запланировано Ну ладно Оцениваю весь видео, ребят Не забывайте, сильно мотивирует меня и сильно радует А я желаю, ребят, всем хорошего, отличного, позитивного настроения Такого же хорошего задача сегодня, как обычно И всем еще раз, ребят, удачи и до новых встреч Всем пока, пока